Славная осень, здоровый, ядрёный воздух устал и силы бодрит. Конечно же, спортивные игры. Всё, что нужно ребёнку для полноценного образования. А что сегодня здесь проходит? Не знаю. Мурат, что здесь сегодня происходит? Сегодня этот, ну как там, фестиваль, как это, знаний или что-то ещё такое? Образование. Образование, вот образование. Как может обычный ученик получать стабильно хорошее образование, если, открывая учебник литературы, он видит, что у поэта, у классика Александра Сергеевича Пушкина вместо носа пипичка нарисована? Ну, он не сможет, если пипичка нарисована, не узнает, как он может, если там нарисован не Александр Пушкин, а, как вы сказали, пипичка, надо это... Ну, как сказать? Не знаю, как, может, образование получить. Так же не нарисована, что книга. Там уже нормально нарисована. Нарисована, да. Я могу вам показать. Пипичка. Ну, не знаю, как быть. Ну, от тебя же зависит это, как вы читатели, как вы смотреть. Надо просто это не воспринимать. Книга – это источник знаний. Ну, да. Нужно оберечь книгу? Да. Конечно, нужно. Это все-таки поколение. Поэтому давайте сейчас все вместе, втроем, вот здесь напишем, вот здесь напишем «берегите книгу» или какое-то свое. Теперь скажите в камеру, берегите книги. Берегите книги. Все. Ждайте «Я и деньги, и как стать богатым». Правильно. Все, спасибо большое. Спасибо. Сначала? Да. Где учитесь? В муке. Какое образование? В учебе. Давайте сначала. Вы где учитесь? В муке. У вас какое образование? Среднее. Или как? Давайте заново. Ага. Не улыбайтесь-то. Как вас зовут? Марина. Вы где учитесь? В муке. У вас какое образование? Среднее. Заново давайте. Ничего сказать надо мне. Пониже среднего, давайте скажите. Пониже среднего что? Образование. Начальное, что ли? Начальное среднего, вот так скажите, ладно? Угу. Все. Как вас зовут? Марина. Где вы учитесь? В муке. У вас какое образование? Начальное, среднее. Нам разговаривать с вами не очень. До свидания. Еще, мне кажется, главное отличие образованного от необразованного человека в том, что необразованным можно легко манипулировать. Правильно? Да. Ну, давайте сейчас в камеру скажем, что мы против манипуляции. Давайте вот так вот встаньте, пол оборота встаньте, можете? И руку вот так немного выставите вперед. И ногу тоже левую вперед выставите. И руку. Скажите, я против манипуля... Еще чуть-чуть, поднимите. Я против манипуляции. Все, еще раз в камеру. Я против манипуляции. Ты похлопаешь. Подрались, допустим, человек с высшим образованием, обычный человек с высшим образованием, и Люкенг. Знаете Люкенга? Нет. Люкенг это второй битбоксер после Батыра. Вот если бы подрались Люкенг и человек с высшим образованием, как вы думаете, кто бы победил? Какое образование было у Люкенга? У Люкенга он был самоучка вообще фортепиано. Наверное, он победил. Люкенг? Да. Он больше видел в жизни, а, наверное, у что? Чем человек с высшим образованием. Да. Молодежь, учитесь. Секреты бросайте. На следе нельзя. Бросайте. Вниз бросайте. Все, бросайте. Все, бросим? Я за чистый город. Да, я за чистый город. За чистый город. Все, спасибо огромное. Как дела у вас? Я здесь работаю. Все в порядке? Да, нормально. Мы видели, как ты сейчас яростно просто своего друга лупил. Кого представлял ты? Учителя географии? Нет, это... Нет. Ну, может быть, математик. По-моему, математике. По-моему, математике. По-моему, математике? Да, вообще, она не разрушена. Я ее труба ненавижу, из-за этого я этого лысого бегу. Она примерно так выглядит? Нет, ну, она... Ну, с париком может. Что бы добавил ты в наше образование? Добавил бы? Ну, не знаю. Побольше позитива. В учителе, да, зависит. Если он, например, веселый, да, такой, может... Тут бац, она шутку сказала и сразу... Да, шутку сказала. Настроение это есть у учеников, они начинают писать там с настроением. Вместо русского языка, математики и физики детям будут показывать мультфильмы, боевики и рассказывать анекдоты. Учитесь хорошо и заканчивайте побыстрее. Болитесь в эту школу, поступайте в лицей, кайфуйте там. Мы вам решили приготовить последний экзамен, последний заключительный вопрос. Да. Столица Польши. Польша? Польша. Польша. И страна такая. У вас есть три секунды. Давайте, девчонки, сейчас я повернусь, вы все вместе скажете «Прага, хорошо?» Все, давайте. Ну что, столица Польши? Прага. Кто? Прага. Точно? Да. Почно, Польша? Почно, Прага? Да. Вы уверены? Да, мы вспомнили. Все, молодцы, девчонки. Молодцы, с праздника вас. Спасибо. Давайте посоветуем. Какую-то мудрость, которая за 11 лет что-то... Любимая, может быть, твоя теорема или любимое какое-нибудь высказывание, какого-нибудь поэта, писателя. Блин, я вот не помню точно, какие. Не могу высказаться. Ну, последнюю тему по географии, что ты проходил? Сейчас. По геометрии. Ну, хорошо, можно. Ну, в принципе, да, ударник, на ударниках учился. Нормально? Да. Узнание есть. Ну, есть, просто не могу, да, вот, нормально, высказать, что там сказать. От чего нужно бояться школьников? Ну, как говорил наш товарищ Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. Это самое главное. От чего бояться нужно? Бояться нужно хулиганов этих школьных, как я. Еще больше ничего. За 9 лет в школе какой главный урок вы вынесли? Алгебру. Историю города Бишкек знаете? Историк города Бишкек? Историк? Историю города Бишкек. Да. Вообще, в честь чего назван город? Почему он называется Бишкек? Ну, вы знаете, этот... Ой, не знаю. Давайте я вам расскажу, там легенда целая существует. Бишкек, это был батыр такой кыргызский. Звали его Бишкек. И он? Он очень хороший был. Хороший был и добрый. Искренний. Искренний. Ласковый. А, да, Бишкекек. Ну, вот, вот, давайте вспоминаем. И на этом месте, значит, была небольшая деревушка такая. Там было очень много сахара. Они с сахаром промышляли, делали из свеклы сахар. И этот батыр, он охранял именно сахар. Но потом на него напали... Кто? У. Усу. Усу? Усуни. Угу. Усуни, кстати. И помогайте мне тоже. Усу? 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 Усу или как? Усуни. Усуни? Усуни. Ага. Помните из истории? 69 школе проходили. Усуни. И он, значит, бросил в них черным топором. Угу. И поэтому образовались три города. Вот Карабалта, Бишкек и Токмах. Карабалта, Бишкек и... И сахар он охранял. Сахар. Каракоу? Каракоу. Совершенно яблый. Еще он чемпион был по битбоксу. Знаете битбоксу? Не-е-е. Вы что? Не слышал. Тогда это было как бы не соревнование, а чисто любительский вид спорта был. И вот он был чемпион. Знали? Нет, не знали. Да ну, да ладно. Да, серьезно. Ничего себе, не знали. И он даже... Вот именно поэтому назвали город Бишкек, потому что это город, можно сказать, битбоксеров. Ммм, классно. Можете сказать в камеру, Бишкек город битбоксеров? Бишкек город битбоксеров. Так, потихонечку. С тобой губа отвалилась. Сейчас мы зайдем туда, где современная молодежь предпочитает получать высшее образование. И всего за 60 сомов в час. Как зовут? Улбек. Улбек, вот скажи, уровень образования у нас в Кыргызстане какой примерно? Средний. Средний. Это изи, медиум или профессионал? Медиум. Пас, пас, там, а давай. Вообще говорят то, что люди, которые здесь просиживают время свое, занимаются там деградацией, самореализацией, вообще не занимаются. Это же неправда? Ну, вряд ли. Вряд ли. Давайте сейчас мы проверим. Вот у нас есть 4 билета. Хорошо? Хорошо. Все, давайте, кто-нибудь первый, первый, держите. Первый. Читай громко. Пас в разрез. Какие комбинации на джойстике и пас в разрез? Треугольник. Совершенно верно, есть один балл. Один балл. Один, есть. Держи. Ложный замах. Ложный замах. Какие комбинации? Квадрат икс. Совершенно верно, есть один. Один. Сюда висей. Вратарем. Также треугольник. Треугольник, совершенно верно. И последний, последний. Дальний навес. Нолик. Держать сколько секунд? Не знаю. Примерно? Пять. Три. Нет, ты проиграл, вот выиграл. Вот молодой человек, который ответил на все вопросы правильно. Поздравляю, поздравляю. То есть, соответственно, у тебя уровень образования медиум, а у тебя? У меня high qualified, да? Да, да, все. Сюда пришел, чтобы пропагандировать я и то, да? Поэтому все ваши отходы я все равно неправильно буду отвечать. Кого пропагандировать? Я и то. По его искусству можно пропагандировать я и то? Да. Можно? Вот, это я и то, правильно говорю? Я и то. Я и то. Это я и то. Это я и то. Правильно? Я и то, да. Я и то, это. В каком году Кыргызстан вступил в НАТО? Не знаю. Кого по лесам, по болотам водил Иван Сусанин? Фашистов. Людей? Чего? Кого? Животных. Животных. Ну, это правильно, животных. А, каких? Вот, там был с длинной шеей один. Длинной шеей? Который трехголовый? Смейхары, значит? Ой. Куклуксклан. Что такое? Куклуксклан. Честно, впервые слышу это слово. Не знаю, может, название какого-нибудь племени. Не знаю, честно. Закон Ома. Кто доказал? Закон Ома. Угу. А Гамлет кем был? Так, Гамлет был по профессии, да? Так, Гамлет. Не знаю, по-моему, каким-то рабочим. Шкитер. А, ну да. В каком году Кыргызская республика присоединилась к НАТО? 1900. Вот, круг сузился. В каком году? В принципе, пока что правильно. 1900. В пятом? А? В пятом или как? В пятом. Вот ваш выбор. Два персонажа назову, кого вы выберете? Хуаранг или же Йошумидзе? Йошумидзе. Почему? Ну, я так выбрал, да? Теперь второй вопрос. Кто убил Пушкина, знаете? Пушкина, к сожалению, нет. Ну, ответ лежит в первом вопросе. Зачем это убил? Конечно. Кто убил Пушкина? Не знаю. Не знаю? Ну, ничего страшного. Да, я тебе подскажу. Такой, с бородой. Он что, чиновник, что ли? Ну, по приказу царя. Александр 2 или 1? Кто убил Пушкина? Верман. Правильно. Кто убил Пушкина, знаешь? Пушкина? А этот... Не знаю, но точно... Ну, примерно, вспоминай. Какой-то французский... Вот, французский Наполеон, что ли? Совершенно верно. Еще вопрос. Иван Сусанин кого водил по болотам, по лесам, запутывал кого? Не знаю. Наполеон. Совершенно верно. А еще есть такой торт классный. Торт? Какой, слоеный? Напа. Наполеон? Совершенно верно. Три из трех. Спасибо большое. Спасибо большое. Наполеон. Какой школе учились? 69-й, гимназий. Хорошо историю, да, преподают? Да, нормально. Программа «Минимум» выходит на международный уровень. Купили новый микрофон и едем в славный город Алма-Ата. Программа «Минимум» выходит на международный уровень. Выходит на международный уровень. Учитесь, работаете? Сейчас на работе. А кем работаете? Гримером. Так мы коллега с вами, я тоже же гример. Да, ты че? На самом деле я женщина, как загримировался, нормально же? Ну, прям. Пару слов можно вас? Молодежная телевидение. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Влади? Что Влади? Не Влади? Нет, Соколов. Как вы думаете, как празднуют армяне турецкий геноцид? Как они празднуют? Ну, в Москве они с флагами ездят по городу, бибикают. Ага, убивают друг друга. Турецкий геноцид, ясное дело. Не скажете, почему называется Алмата город? Я не знаю, почему. Есть же легенда, которую все казахи знают. Рассказать вам интересно? Давайте, расскажите. Ну, вот племя, давно-давно, это еще городов не было, племя казахов, оно прискакало на эту территорию, на территорию этого города, еще вообще ничего не было, и разбили лагерь. Они решили придумать название. И вот самый главный их вождь, он собрал пять своих главных полководцев, пять полководцев и одного садовника. Они закрылись в юрте, и всему племени сказали, чтобы ни в коем случае, ни под каким предлогом никто не заходил, не заглядывал. Иначе будут палкой гнать из этого племени и так далее. Вот они шесть, по-моему, шесть или семь, ну, неделю, по-моему, они сидели, думали, так ничего и не придумали. Но вот сидели, голодали, ничего не ели, вот эти не выходили. Но потом сын садовника, там один садовник был, сын садовника не выдержал и заглянул в эту юрту, как там отец посмотреть. И отец разозлился, что сын ему не послушался, и начал гнать палкой своего сына из этого племени. Из этого племени гнал, вот они бегут, он его палкой гонит, машет, и вот сын оборачивается, и он понимает, что отец-то злой, потому что голодный из-за этого. А он сын садовника, соответственно, у них сад, и там были яблоки. И он в руке держал яблоко и кричал «Алма-Ата! Алма-Ата! 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 Алма-Ата!» Типа в руке яблоко «Алма-Ата!» Ясно. Он предлагает «Алма-Ата!» Из-за этого, да, назвали Алма-Ата? Нет. Потому что... Нет, почему этот город назвали Алма-Ата? А, есть же легенда специальная. Ну, рассказывайте. Вот в Кыргызстане горы, холмы, а вот в Казахстане равнины и степи. Вопрос волнует меня. Можно ли также охарактеризовать девушек, живущих в этих странах? Ну, нет. Ну, в Казахстане нет-нет, холмики тоже, да, бывают? Ну, это да, но есть и холмы, эти, горы. Даже горы, да. Да вы что, встречаются горы, да, как гильеры целые. В городе Алма-Ата есть очень интересный аттракцион, очень интересное развлечение. Узнай свой характер по почерку. Сейчас мы узнаем мой характер. Давайте. Тогда я в конце деньги дам вам или сразу. Как хотите. Ну, вы алчный или нет тогда? Нет. Тогда потом. Куда писать? Любой свободной клеточке три любых слова. Так, почерк у вас не постоянно, меняется часто в каком-то процессе, в полуиске, может быть, самого себя. Не всегда бывает предсказуемо, сильно зависит от настроения. Хороший импровизатор, не всегда может что-то планировать на какую-то перспективу. Не всегда хватает терпения, что-то такое, более серьезное воплотить в жизнь. Теперь вы напишите три слова, и я тоже попытаюсь себя, я хочу себя проявить. Цитата Гай Юлия Цезаря. Вы, так, вы уже взрослый, уже солидный мужчина, не перебивайте, уже солидный мужчина вы, любите тоже шутить, держать руки в боки, любите. И буквально через секунду вы свои 200 тенге заработаете. Вы еще и провидец к тому же. Я еще и в Ванга живу. Я Егор Ванга. Очень приятно. Лариса Павловна. Лариса Павловна, как же дела? Пойдет? Все пойдет нормально? Да, я же оптимист, плохо будет, еще хуже. А вы с какого телевидения? А мы молодежная интернет-телевидение. Ну, понятно. Какой совет можете дать нашим телезрителям, которые будут смотреть, какой позитивный такой совет, чтобы вот грустные-грустные, а потом вас услышали. Могу. И сразу прям, и сразу у них настроение повысилось. Тяжело первые 100 лет, дальше будет легче. Артем. Артем, как дела? Яна. Яна, как дела? Наймально. Данил. Данил, все в порядке. Как дела? Очень нифигово. Вот мы с Кыргызстана спорим насчет уровня образования. Какой уровень образования здесь, в Казахстане? Ну, где как. Давай мы это сейчас проверим. Хорошо. Кого Иван Сусанин водил по болотам? Не знаю. По болотам? Не знаю. Примерно. Санек, думай. Девушка, наверное. Когда в лес увел немцев, чтобы они потерялись, не смогли атаковать. Кого Иван Сусанин водил по болотам? Не знаю. Я тебе подскажу, там была русско-японская война. Ну. Вот Сусанин, фамилия русская. Ну. Соответственно, по болотам он водил не русских, а... Сусанин. Сусанин, все верно. Кто убил Пушкина? Пушкина? Нет, не проходил такого вообще. Кто убил Пушкина? Достоевский. Кто убил Пушкина? Тантес. За что убил? За это. За женщину. За какую женщину? За его жену? Не, 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 не. Спортись, спорти. Ты прав. Ты пока не прав. Ты не прав. Пушкина, Ленский. Кто такой Дзержинский? Дзержинский? Тоже писатель, наверное. Писатель. Кто убил Пушкина? Дантес? А за что убил? Почему? А, там Наталью не разделили они. Кто написал «Мертвые души»? То ли Горький, то ли Гоголь. Кто убил Ленина? Ленина? Конечно. Сифилис. Да они меня убили. Тихо. Ну, если так посчитать, нормальных людей мало осталось, а дебилов много.